МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Горлов Александр Иванович, полковник в отставке, в органах государственной безопасности с 1973 года. Возглавлял 5-е управление КГБ СССР по Куйбышевской области. Родился в 1947 году в городе Симферополе в семье военного. Тогда был Симферополь еще областным центром Крымской области РСФСР. После Симферополя был Ленинград. Отец там заканчивал военно-транспортную академию, потому что фронт прервал обучение. Их в тех потом заставили доучиваться. Они доучились. Это был первый выпуск после войны. Отец воевал? Воевал. А как же? В этих войсках инженерных мосты строили, переправы строили по грудь в воде зимой. Прошел он до Праги, освобождали Прагу. Вот оттуда пришел. До последних дней оттуда шли награды юбилейные за освобождение Праги. Потом я кончил Куйбышевский пединститут, физмат. Немножко поработал в школе. А потом что-то в голову у меня мысль запала пойти служить в органы госбезопасности. Ну, честно говоря, в те времена ведь молодежь воспитывалась на чем? На книжках про пограничников, про разведчиков. Такие же фильмы смотрели. Ну и, естественно, работа в органах госбезопасности казалась чем-то... Ну, вы помните вот этот момент, когда мысль запала? Ну, не то, что запала. Она с детства присутствовала, но она была как-то пассивной. А тут именно активизировалась... Мы вдвоем пошли с товарищем знакомым, приняли меня одного. Служить отправили в город Отрадный. 20 февраля, как сейчас помню, 73-го года, вот я приехал в город Отрадный. А 21-го в ночь два подонка, вот, один действующий работник милиции, другой уволенный из-за пьянства, украли оружие, автоматы, пистолеты и ушли в загул. Я тогда не успел получить ни звания, ни личное оружие, но, тем не менее, как говорится, служба есть служба. Пришлось, как говорится, смотреть все, где они есть. К сожалению, случай этот был трагическим, потому что они 11 человек положили. Сейчас бы сказали, что это терроризм, потому что цель их была расстрелять именно руководство города. Вот, но в то время, слава богу, как говорится, не было моратории еще, и они получили по заслугам оба. Забрали меня в 75-м году в управление, вот, перед этим в 74-м году я закончил оперативные курсы в 401-й школе в Питере, вот, там же, где и президент наш учился, вот, только он учился на год позже меня, вот, с моим одним опером. Прошел все три отделения нашего тогдашнего пятого отдела легендарного. Считалось, что это отдел по борьбе с идеологической диверсией, но на самом деле это был отдел по борьбе с экстремизмом, терроризмом и диверсией. Вот. И главная наша задача была, тогда она была создана, это управление по инициативе Андропова, Евгения Владимировича, и главная задача была эта профилактика. Служил, как говорится, не за страх, а за совесть. Я не помню, чтобы, как говорится, было очень много выходных, вот, во всяком случае, далеко не все. Вот. То же самое было с отпусками, а уж праздники, усиления, это, как говорится, сам Бог велел. Вот. Ходили мы в наряды, охраняли площадь, вот, куйбышу, вот, в линейке стояли, независимо от погоды. Под шинель, конечно, одевали все, кто что мог, теплые, потому что в ноябрьские, особенно праздники, конечно, было тяжело. Вот. Но никто не жаловался. Вот. Ну, еще, как говорится, в школе приобщился к спорту. Теннис, горные лыжи, водные лыжи, баскетбол, волейбол, футбол. Приобщился к бегу на коньках в институте, к спортивным танцам на льду. Вот. Ну, и пошло, поехало в управление, стал общественным инструктором по рукопашному бою. Что-то, что не написано, что-то, что вот, чему люди учат взглядами, мимикой, вот, чему вас фронтовики научили? Вот я о чем хотел спросить. Ну, фронтовики научили. Дело в том, что мне вообще повезло в органы государственной безопасности тем, что мне попались везде на всех этапах люди, которые пришли, прошли либо войну, либо пришли сразу после войны. 45-й, 46-й, 47-й год. Вот эти вот годы они пришли в органах. И, естественно, они относились к жизни совсем по-другому. Как? Вот. Они относились к жизни, ну, я бы сказал, как к чему-то очень серьезному. Что вот действительно бывает один раз, и потом уже, ну, никак не будет. Я вот благодарен Николаю Михайловичу Меркушеву и Владимиру Никитичу Тимонину за то, что, когда я пришел к ним в отдел, они мне дали возможность познакомиться с материалами столько, сколько вот мне хотелось. Ну, вот. Я знал всех людей, которые попадали в поле зрения органов госбезопасности с 1953 года, практически биографию каждого. Предатели попадались, попадались люди, которые скрывались, десятилетиями скрывались, вот, очень много. И причем люди, которые меняли свою биографию с самого дня рождения своего. Но, тем не менее, получалось их выявлять. Ну, я не помню случая, чтобы кто-то из этих, ну, так сказать, бывших наших граждан, а по сути предателей, вот, оказывал сопротивление. Когда к ним приходили, они понимали, что это все. Вы участвовали в каких-то вот этих операциях? Нет, в этих вот операциях я не участвовал. Я участвовал потом, у нас был период, когда некоторые сектанты полезли в политику. Сделали подпольные фотографии, пускали листовки, вот, что вот их... Вот это что за явление, расскажите-ка подробнее. Это явление было, ну, связано с религиозным экстремизмом, в общем-то, если общими словами говорить. Вот, а на самом деле это люди, которые по заданиям зарубежных центров, вот, они делали конфликтные ситуации с органами власти. Вот. Как только вот эти вот так называемые вот всякие раскольники, баптисты, там, пятидесятники, эгоисты, ушли со сцены, с активной. Все, и в стране никаких проблем с религией не стало. Ну, надо сказать, что вот за эту деятельность экстремистскую, вообще говоря, в Отрадном, одного из лидеров посадили. Вот, Примания, я как сейчас помню, Крекер, ну, там прокуратура проводила обыск, нашли тьму этой литературы. Но он сам сказал, что я ничего не делаю. Вот. Подставил молодых. Молодёг, что там, дочку там, молодых этих сектантов, ну, ясное дело, что... Ну, молодёжь никто пожурили и отпустили. Всё. А органи... И он шёл как организатор всего этого дела. Ну, раз ты организатор, ты отвечай за всё это дело. Вот. Он и ответил, по-моему, четыре года даже отсидел. Мне почувствовалось участвовать в охране, как тогда говорили всех руководителей государства и партии. Вот. Начиная с 78-го года, когда приезжал Алексей Николаевич Косыгин и последнего президента, вернее, первого президента России, Ельцин, он тоже приезжал. Да, Горбачёв приезжал. Ну, вот, тоже был в Тольятти. Мы всех охраняли. Вот. Идеолога перестройки этого самого... Яковлева. Яковлева, да. Ну, его чуть машина в Сызрани не сбила. Я тогда там начальником был. Это случайный эпизод был? Да, случайный был эпизод. Дед 72 года ехал на машине с рынка. Он и не видел, куда ехал на москвиче. Ну, директор санатория Волжского утёса выбежал на дорогу, стал тормозить машину, но, естественно, он её затормозить не может никак. Ну, вот, на капот улетел, а Яковлев и не переходил дорогу-то. Не выбежал бы этот, проехал бы, и всё бы спокойно было. Но, тем не менее, вот единственный случай был. А так всё остальное. Да, были большие наряды, охраняли, всё, всё было перекрыто. Но это было перекрыто на то, что какой-нибудь дурак, извините за выражение, что-нибудь не сотворил. У вас позывной был? Позывного не было. Не было позывного. Почему? Потому что, во-первых, он не нужен. Во-вторых, я, насколько помню, и ни у кого не было, и никогда не был. Александр Иванович, ну, расскажите вот про эпизод с Устиновым. Я здесь прочитал тоже, что это за история была. Много что говорят, но дело в том, что памятник Устинову и самодельное взрывное устройство, которое там было заложено, ну, оно же там откололо прям чуть-чуть. Естественно, оно не могло никого. Если бы кто-то рядом был, находился, ну, мог получить травму. Но это был не теракт. Это даже, ну, и диверсией-то можно назвать с натяжкой. Это была так называемая рабочая партия. Во главе стоял Григорий Исаев. Кто такой Исаев? Это бывший комсомольский активист. Один из руководителей наших комсомольских отрядов. С высшим образованием. Писал книги. Вот. Ну, и вместе со своими друзьями, к сожалению, попал под влияние зеленого змея. Вот. Партия состояла из шести человек. Вот. Несколько человек посадили. Они отсидели, вышли. Потом он устроился на завод зим. Если помните, были перекрытия рабочими Новосадовой. Ну, сколько там выходило? Ну, 20 человек выходило. Вот. Ну, к тому времени уже в партии осталось двоих. Он еще один слесарь. Ну, какая это партия. Александр Иванович, что внуки знают про службу деда? Ничего не знают. Внуки знают все. Почему? Потому что, во-первых, в гараже у меня есть музей свой, где награды, знаки, значки, все, что есть, начиная с моих родителей, родителей жены, дед, зятя, вот. Вот. Все это оформлено в рамках. Все это висит. То есть это семейный музей? Это вроде как семейный музей. Чекист – его сущность. А какая у чекиста сущность? Понимаете, ну, чекистом можно стать, а можно им родиться. Вот. Вот когда человек чувствует в себе эту потребность, вот, защищать родину, защищать государство, защищать людей, вот, это одно. А когда человека, вот, научили, вот, вот отсюда, вот, досюда, вот, ты пройдешь, вот, и сделаешь вот то-то, 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 то-то. Он сделает добросовестно, все выполнит. Вот. Вот это чекист, который стал. А первый, вот, который родился. Жизнь решить можно? Нет, потому что жизнь – это не математика. Вот, это раз. И, во-вторых, у каждого формула жизни своя. Каждый проживает свою жизнь. Вот. Нельзя мне прожить вашу, вам мою. Любого возьмите человека. Ну, вы что про жизнь поняли? Я понял только одно, что, во-первых, в жизни никогда не надо врать, лгать. Вот. Лучше сказать самую плохую, самую тяжелую, но правду. И самое главное, что никогда не надо делать людям зла. Никакое зло, во имя чего бы оно ни было, оно никогда добро не родит. Нет, будучи в органах государственной безопасности, ни как человек, ни как человек, я не прошелся катком ни по судьбе ни одного человека. Но даже те, кто сел, они сели за то, что они совершали. Редактор субтитров А.Семкин